Девушки отдыхают Мальники, несмотря на запрет родителей, решили быть вместе и скрепить свой союз рождением общего ребенка. Но после появления малыша отец потерял возможность видеть невесту и сына. Маленькие еще, решили родители. Отече, сделайте вот так. Вот так сделайте. Вот постойте. Спасибо огромное. Мать отправила сына на соревнования по фехтованию с командой и тренером за 41 тысячу рублей. Однако оказалось, что на эти деньги тренер съездила на родину, в Белоруссию, решить свои проблемы. А спортсмена использовала как няньку для своей дочери. И вот опять он лыбится, он лыбится. Он просто прыгает у меня на груди всей своей туши огромной. И лыбится всегда. Бывшие супруги третий раз в нашем суде. А проблема все не решается. Дети живут с отцом, а алименты получает бывшая жена. Как так случилось, разобраться поможет закон. Истец подает иск об определении порядка общения с ребенком и о нечинении препятствий в общении. Ответчики, опекун Людмила Малышева и несовершеннолетняя Анастасия Малышева по доверенности против иска возражают. Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь. Ну, я решил обратиться в суд, потому что по-другому я не знаю, как можно мне увидеться с моим ребенком и со своей семьей. Я собираюсь жениться на Анастасии, как только это позволит закон. А вам сколько лет? Мне 16. 16 лет. На Анастасии? Анастасии 15. 15. А ребенку? Полгода. Полгода. А вы опекун ребенка? Конечно. Да, решение есть у вас? Конечно, есть. Вот, пожалуйста. Через судебную приставу предайте, пожалуйста. А в свидетельстве о рождении вы указаны? Да, я отец по свидетельству. Все социально. Вы в добровольном порядке признали себя ребенком? Конечно. У нас все обоюдно. Никакого насилия или чего-то подобного. Так, какой график общения вы просите установить? Я хотел бы попросить видеться с ребенком каждый день после школы по два часа. С четырех. После школы чьей? Вашей? После моей школы, да. Поряд какой-то. С четырех до шести вечера. Ваша честь, это смешно просто. Но видеться по месту жительства ребенка, да? Да, по месту жительства ребенка. В перспективе я, конечно, готов их даже к себе на квартиру взять, потому что у меня есть все условия для этого. Родители тоже не против. И вот орган опеки одобрил место жительства. У нас есть целая комната. Какая квартира-то какая? Господи, комната. Ваша честь, несмотря на то, что он в 11 классе, мы уже сейчас признаем его дееспособным. Все документы собраны, получены положительные характеристики из школы, из места работы он работает. И молодой человек будет признан дееспособным буквально на днях. Ну и кроме того, я собираюсь поступать после окончания школы в высшее учебное заведение. То есть не собираюсь сидеть, сложа руки. И также продолжать работать и учиться. Вы не возражаете против этого графика общения, если я правильно понимаю? Нет, абсолютно не возражаю. То есть вы считаете, что это целесообразно? Да. А вот вы же, наверное, проводили обследование, да? Да, Ваша честь. Вот, пожалуйста, акты обследования жилищных условий. А вы свидетельство о рождении ребенка. Вот, пожалуйста. Смотрите, вот эти разногласия между опекуном и несовершеннолетним родителем мы не смогли урегулировать в досудебном порядке. Они не нашли компромиссного решения, поэтому провели обследование жилищных условий. Выяснили, что несовершеннолетний Малышев Станислав проживает вместе со своей матерью, Малышевой Анастасией. В доме, в доме, у опекуна. У ребенка есть все. У ребенка, да, есть все. Личный массажист, личный терапевт, круглосуточная няня, семейный доктор. Да, у ребенка есть все. Конечно. В хороших условиях. Но почему-то родная мать, Анастасия Малышева, несовершеннолетняя мать, она практически не общается с ребенком. Она учится. Поймите, это у нее большое будущее. 24 часа в сутки она учится и увидит своего полугодовалого ребенка, в то время как Игорь, которого мы буквально через неделю признаем дееспособным, он мечтает о том, чтобы жить со своей семьей. Со своим малолетним ребенком и несовершеннолетней матерью. Я работаю. Родители Игоря Кочина готовы принять их в свою семью и будут очень рады. Условия жизни позволяют. У него есть своя отдельная комната, им будет где разместиться. И родители не против. Простите, а с девочкой-то вы сами разговаривали или вы так ее и не увидели? Вы знаете, мы когда ее посещали, мы ее не увидели. А дело в вашу честь? Опекун нам постоянно говорил, то она в школе, то она где-то на курсах, где-то у репетитора. Девочка дома живет счастливо. Мы не смогли ее найти. Да ничего подобного. Ну какое счастье, когда ее заперли просто как в клетке. В шикарном особняке, они в твоей помойке, куда ты ходишь, помойка, квартира и комната 18 метров. И выглядит она вполне прилично. Бомжатник, конечно. Какой бомжатник? Мы живем даже не на первом этаже. И вот это продолжается уже полгода. Они не могут договориться между собой о времени и месте встречи с ребенком. Поэтому мы просим вас установить график три раза в неделю по три часа. А где, скажите, на какой территории-то встречаться? Ну вот с территорией проблематично. Нет. Согласно акту, я только что передала, у них, у Игоря, достаточно хорошая квартира. Она благоустроена, у него есть своя комната. Если вы будете привозить ребенка сюда, никто не будет против. Это будет идеально. То есть что, я должна привезти ребенка своего, да, который уже мой, под опекой у меня. Ну какой он будет, если я отец? Какого-то неблагополучному, извините. Почему неблагополучному? Он родной отец. У меня родители работают. Никакой не щебрет, а нормальный ребенок из нормальной семьи. А ребенок, я так понимаю, на искусственном вскармливании, да? Он у нас не на искусственном вскармливании. У меня специальная кормилица есть, у меня есть медсестра, у меня есть врач. Ему делают массаж, он под наблюдением. Ребенок в условиях идеальных, понимаете? То есть, если он придет туда, куда его приглашают, извините, в антисанитарные условия, где проживает неблагополучный парень... У нас прекрасные условия, но о чем вы говорите? Зачем вы наговариваете? Нет, там никаких антисанитарных условий. Ребенку помимо кормилицы, поилицы нужны отец и мать. Так он, ребенок, сам. Душевные, девота и родные люди. Малолетка, просто малолетка. Если бы я был ребенком, я бы не взял на себя такую ответственность прийти сюда. Все, что ты до этого смог сделать, ты уже сделал, испортив жизнь. Нет, простите, а ваша дочь, это очень век, когда она легла с ним. Это не ваше дело, извините. Органы опеки. Вы ее не воспитывали, даже не занимались ее воспитанием, о чем вы говорите. Хорошо, от Лидии, скажите, пожалуйста, ну ваша дочь тоже ведь когда-нибудь вырастет? Ну вы понимаете, ей будет 18 лет, и истец у нас будет полностью дееспособным. Кто тогда вам оставит ребенка? Понимаете, ваша честь, она осознала то, что она сделала ошибку. Что вы говорите? Ну это чушь, ваша честь. Я от тебя не перебивала. Подождите, естественно, и что? Что сделала ошибку, и что? Она хочет продолжать жить дальше одна, понимаете? И строить свою жизнь, получать образование. Может быть, искать какого-то благополучного мужа с будущим. Отвечек, ну от этого, естественно, и перестает быть биологическим отцом, и юридическим отцом. Ребенок мой, понимаете? Ребенок не ваш. Ребенок Игоря и Анастасии. Поймите, вы только опекунеку мне дали, значит он мой. Тогда мы пошли у вас на поводу. Вы что-то путаете, потому что опекуны обязаны заботиться о материальном благополучии, о нормальном воспитании своих подопечных. Обратите внимание, слово, которое употребляется, не детей, а подопечных. Но он практически мой ребенок, понимаете? Он у вас под опекой. Вы вообще, вы сейчас понимаете, что то, что вы говорите, вы говорите в присутствии органов опеки и попечительства. Я хочу, чтобы вы сейчас включились, вышли из своей хорома отличного массажиста, вот отвлекитесь от этого. Поверьте мне, за пределами ваших заборов течет жизнь. Она иногда очень сильно отличается от того, что в пределах ваших заборов. И я вам сейчас постараюсь объяснить последствия этой жизни. Если истец сейчас будет полностью объявлен дееспособным, вы понимаете, что он приобретает весь комплекс прав и обязанностей папы. И опекуном может стать он в три секунды. И вот вместо того, чтобы разрушать между нами связь, вы лучше бы, наоборот, налаживали эти мосты. Это может быть. Никогда. Этого быть не может. Вы мне не верите. Подумайте сами. Смешно. У нас родители имеют преимущественное право по отношению ко всем мостам. Ну, опеку же дали мне. Как дали мы ее вам так и заберем, если он будет самостоятельным человеком? Поймите. Испортил жизнь, девочка. Подождите. Он просто испортил жизнь. Меня не интересует право вашей жизни. А такое слово, как любовь, вы не понимаете? Подождите. Меня не интересует ни вашей жизни, ни еще, ни кто кого полюбил и разлюбил. Меня интересует исключительно ребенок. И мы говорим исключительно о ребенке, его интересах. Поэтому вот интересы ребенка, они в данной ситуации важнее всего. Конечно. Истец его папа. Конечно, я согласна. Конечно, ребенку нужны родители. Они опекуны. Какой он папа? Биологический отец. И любящий. Они где-то там, на какой-то переменке, извините, что-то сделали, и теперь он папа? Смешно просто. Мы что-то сделали. Мы сделали свою жизнь. А что папа мог бы быть только богатым? Отвечек, вы знаете, вот из-за того, что вот это делают, даже и короли рождаются. Ну как ребенок будет королем в 18 квадратных метрах? Обыкновенно. Как все так живут. Это только начало. Он вырастет, заработает, обеспечивает ребенка. Он удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Отвечек, сделайте вот так. Вот так сделайте. Вот постойте. Спасибо огромное. Тренер организовала сборы по фехтованию в Белоруссии, но обстоятельства и завистники разрушили благие намерения. Тогда она решила съездить на родину за чужой счет и должна за это ответить. Вот опять он лыбится, он лыбится, он просто прыгает у меня на груди всей своей туши огромной и лыбится всегда. Супруги спасали несчастную своячницу, но сами попали в западню. Она объявила мужа сестры отцом двоих детей. Суд за судом, а проблема все та же. Дядя платит алименты на близнецов, которых мать бросила в доме родственников. Вот тебе. Понятно? Через месяц он станет законным отцом этого ребенка. И вот тогда мы поговорим. И вот тогда мы просто, я заберу ребенка, и заберу нас, и у тебя просто совести нет. Вот у вас как раз-таки совести нет. Я не понимаю, о чем вы думаете. Вы мать. У них любовь. Прошу всем садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив представителей органов опеки и попечительства, приобщив ваше заключение к материалам дела, заявные исковые требования удовлетворяет и определяет порядок общения истца с сыном, установив для общения каждый вторник и четверг с 16 до 18 часов по месту жительства ответчика, как опекуна ребенка, суд удовлетворяет иск несовершеннолетнего отца и устанавливает график общения с ребенком, потому что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком. Вот именно. Вы, как опекун, не имеете права препятствовать в общении родителя с ребенком. Вы также не вправе чинить препятствия в такого рода общении. Я посмотрела из документов, опекунство на ребенку установлено до достижения вашей дочери 16 лет. То есть это не то, что вы там навсегда опекуном назначили. Как только у вас дочка достигнет 16 лет, либо нужно будет подтверждать опекунство, либо опекунство будет прекращено, естественно. Если у вас сохраняется намерение создать семью не только у вас, но и у дочери ответчика, вы будете вправе обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы получить разрешение о вступлении вас в брак. И такой брак будет официально зарегистрирован. В этом случае при получении разрешения органов местного самоуправления, независимо от отношения родителей к такому браку, брак у вас будет зарегистрирован. Ну и естественно, что после вступления в брак, вы, равно как и ваша супруга, если этот брак состоится, будут полностью дееспособны, то есть будут в полном объеме нести права и обязанности родителей. Ответчик, вам все понятно с временными промежуточками? Все понятно, да? Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, благодарит органы опеки и попечительства за профессионализм, проявленный при разрешении данного спора. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я рад, что теперь у них не будет никаких прав угрожать мне или Насте и учинять какие-то препятствия в общении с ребенком. И надеюсь, это станет отправной точкой в нашей большой семейной истории. На самом деле я удивлена такому решению. Я отправлю Настю и ее ребенка учиться за границу, и он их не увидит. Никогда больше оборванец. Будьте внимательны. Истец, вы будете в суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете государству, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последние объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева. В проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете? Нет, мне тут угу не надо. Истец требует вернуть деньги за сборы по фехтованию, которых не было. Ответчик считает, что она полностью выполнила программу, но вмешались непредвиденные обстоятельства. Здравствуйте, я вас слушаю. Ваша честь, я здесь для того, чтобы вот эта женщина, которая из себя представляет тренера и ведет педагогическую деятельность, она мне возместила ущерб 41 тысячу рублей. У меня ребенок, подросток, вот сейчас ему 14 лет. Он с прошлого года занимался фехтованием. С первым тренером у него особо так не пошло. Уже хотели уже уйти. Думаю, ну ладно, хоть по улице не шастай. Вот, приехала она из Белоруссии. Ой, у вас сынок, у него он прирожденный, фехтовальщик, он замечательный, я его беру. Конечно, замечательный. Ну, я не спорю, что у меня замечательный. Вот, хорошо, прошло буквально два месяца. Давайте поедем на сборы, он уже готов к соревнованиям. Я немножко удивилась. Ну, думаю, ладно, хорошо, готов, готов. Кто поедет? Собрание было у нас там с остальными участниками. Поедут пять лучших. Мой в пяти лучших. Ну, я счастлива, хорошо. Сколько это стоит? 17 тысяч. Не вопрос, я ей дала 17 тысяч, вот у меня расписочка есть. Потом, значит, еще на билеты 4 800. Кроссовки 9 200. Вот прямо до зареза, вот прямо сейчас нужны кроссовки. Я бы в другой сезон, если бы не соревнования, купила бы со скидкой. Вот, и значит, все хорошо, хорошо. Я привожу ребенка на вокзал. Смотрю, ба, перрон, и стоит она одна. Я говорю, где остальные дети? Четыре человека с родителями. Вы знаете, там вот Сережа, там у него с коленой проблемы, Машу не отпустили, еще двое что-то отказались. Я же не виновата, что сломала ребенок. Почему нельзя было заранее сказать, что у ребенка едет один? Я думаю, боже мой, куда они едут вообще? Смотрю на поезд, да, Москва-Минск, ладно. Все нормально будет? Да, все будет нормально, вы не понимаете, вашему ребенку будет больше внимания уделено. Все будет так замечательно. У меня опыт. Поехал, я, значит, уже стала СМС-ки с ней уже более активной. Уже сохраняйте СМС-ки. Вот она мне там, я даже, я подготовилась, я распечатала. Хорошо, все будет нормально, не переживайте. У нас трехразовое питание, мы сейчас приехали, у нас прекрасный номер. А должны были они останавливаться в этом, в общежитии спортивном. Ну, думаю, тоже культурное место, кругом спортсмены. Знаемые общежития, где все курят и пьют. И, значит, ладушки, там они приезжают, все, у меня СМС, все, доехали до места. С ним говорю, он мне говорит, мам, у нас все хорошо, в общем, мы здесь кушаем, да, нам здесь и хорошо, вот мы здесь в квартире. В какой квартире? Оказывается, они втроем с моим ребенком, значит, мой ребенок, вот эта тренерша якобы, ее семилетняя девочка, которая, оказывается, там вот одна кинутая в Минске, они живут в одной квартире. Ничего она не была кинутая, она жила с моей мамой. Оказывается, она мне, вот вы не поняли, вы меня не так поняли, вы знаете, вот там вот те вот не приехали, а деньги там вот нельзя по номерам было, ну, так вот вышло, чтобы сэкономить, вот чтобы... Значит, ваш ребенок проживал в квартире. А в соревнованиях он принимал участие? Не принимал никакого участия в соревнованиях. И это выяснилось уже под конец. Принимал. Потом, СМС, знаете, мы еще должны задержаться на три дня, у нас тут соревнования, соревнования, еще на три дня, пришлите еще денег, я высылаю, значит, пять тысяч. Нет, знаете, недостаточно еще на обратный билет, те же билеты-то прогорели, вот то, что я заплатила, те билеты про... Еще, опять, еще пять тысяч, вот еще десять тысяч. Вот оно в совокупе получается сорок одна тысяча рублей. Вот, вот эти все расписочки. Соревнований не было? Соревнований не было. Значит, у них там какая была система? У нее потом, в этой же квартире завелся еще четвертый человек, это ее какой-то сожитель. То есть мой ребенок должен был наблюдать, как взрослая тетя с взрослым дядей, они там сожительствуют, я не знаю, в каком ракурсе все это было. Потом еще ребенок рассказал, что эти вы постоянно куда-то уходили, и он вдвоем остался в квартире с этой семилетней девочкой. Он что туда? Я деньги вот эти платила, чтобы он пас чужую девочку, сидел в этой квартире, в этом колокольчике. Ответчик, сделайте вот так. Вот так. Нет, сделайте. Вот так сделайте. Вот постойте. Спасибо огромное. Вот, ребенок приехал один в поезде. Она его посадила, как котомку, наварила ему картошки и яиц. Я не знаю, может так в Белоруссии принято. Картошка, яйца. Посадила ребенка. Вы знаете, в Белоруссии так всего много. И так все вкусно. Может быть, у меня такие понты московские. Я извиняюсь за это. Я извиняюсь. Но она его так посадила и один приехал в Москву. Я вот здесь встретила, мы с бабушкой. Скажите, пожалуйста, вот действия ответчика причинили вот этот ущерб. Вы считаете, ответчик зачем это сделала? Это был для нее повод выходить в родной город, повидаться с девочкой со своей, с этой дочкой. Ну, с мамой с ее. У нее там ее мама живет. Нет, ну хорошо, а зачем ваш ребенок в этом случае? Я так поняла, что она, в общем-то, я хмурила еще помимо того, что она воспользовалась моими деньгами. Она еще хмурила моего подростка. Как я могла ребенка охмурить? Он немножко. Нет, мне так кажется, что он немножко в нее, как говорится, втюрился. Вот если вы у нее спросите, он может. Вы считаете, что отвечу таким образом, что получилось у вас деньги на свою поездку? Ну, конечно. Господи. Она же не могла, вот если бы она взяла пятерых детей. Ясное дело, ей вольность-невольность надо было в соревнованиях участвовать. А здесь лопушка такого, и я тоже уши развесила. И стец начинается... Товарищ судья, дело в том, что должны были поехать на соревнования пять ребят. Моя подруга Нинка, бывшая подруга, стала ставить мне палки в колеса. Она позвонила трьем родителям, ну, троих детей родителям, рассказала обо мне всякой чепухи, чего не могло быть. А зачем ей это надо? Потому что дети, которые раньше занимались у нее... Я приехала, я вот почему вам это все рассказываю. А, и перешли к вам? Они перешли ко мне. Я потому что лучший тренер, чем она. Ну, понятно. И Нинка поставила палки в колеса. Да. А почему вы не предупредили истца, что фактически не будет соревнований? Так вышло. Ну как? Так вышло. Ну, соревнования, подождите, соревнования были или нет? Нет, не было соревнований. А почему? Потому что мальчик не приехал, который занимался рапирой, который должен быть в паре с Андрюшей. А что, вот из всего только один мальчик должен был? Да, с Андрюшей должен был заниматься именно этот мальчик. Почему? Тренер моя сказала, что будут они именно заниматься. Других не было. А почему? Скажите, не было в этой возрастной группе, я никак не могу понять. Не было в этой возрастной группе других кандидатов. Почему вы сразу не отправили ребенка домой? Вот именно. Потому что он не хотел никуда уезжать, понимаете? Он хотел побыть вместе с нами, со всеми. Ему понравилось с моей доченькой сидеть, играть. Они занимались развивающими играми. У нас каждое утро были тренировки. Три раза с тренером. А вы в квартире тренировались? Нет. А где? В секции. В школе, в секции мы занимались этим всем. То есть из квартиры вы ходили в секцию тренирования? Конечно. Конечно, мы ходили. Три раза мы были. А каждое утро мы бегали, занимались УФПА. Понятно, хорошо. Так, пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Несовершеннолетний, войдите. Андрюшка, не переживай. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Владимировна. Владимир. Я вообще не знаю, зачем мама прислала меня в суд. Не надо с Наташи никаких денег требовать. Сначала я думала, что Наташа мне как друг. Что значит Наташа? Наташа, что это такое, Андрей? Что за Наташа? Она разрешила так называть. Так, молодой человек, скажите, пожалуйста, были соревнования? Ну, вообще нет. Нет. Как вам ответчик объяснила, почему не состоялось ваше участие в соревнованиях? Ну, она сказала то, что, ну, нет участника, с кем я... Нет участников, с кем вам можно социализаться, и все? Ну, мы сначала бегали один раз, побегали утром. Потом я немного пофиктовала. Мы бегали по утрам, два... Мы один раз побегали, и все. Не бегали, но один раз. Каждое утро бегали, занимались. А сколько вы бегали, ответчик, если не один раз, А сколько вы бегали? Два раза. Мы бегали каждое утро. Каждое утро. И сколько тех утр было? На протяжении недели, что мы находились... На протяжении... Семь утр? Да. Семь. Хорошо, вы бегали семь раз. Но семь раз, на мой взгляд, пробежки... Ну, у Андрюши ноги болели почему-то. А, ноги болели. Ну, не, почему я? Ноги болели. Ноги болели. Я очень любил бегать. У тебя ноги болели? Нет. Да, ты же там подходил, говорили... Чего вы мне тогда не написали, что у нее ноги болели? Нормально все было. Андрюш, вспомни, мы же три раза ходили к моему тренеру, вместе занимались. Мы один раз пошли, и я пофектовала, когда ты ушла к нему в тренерскую. Так, все, ты долетельное принятие решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И вот опять он лыбится, он лыбится, он просто прыгает у меня на груди всей своей туши огромной и лыбится всегда. Бывшие супруги третий раз в нашем суде. А проблема все не решается. Дети живут с отцом, а алименты получает бывшая жена. Как так случилось, разобраться поможет закон. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, отслышав исковые требования, со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего, заявленные исковые требования удовлетворяют в полном объеме и взыскивается ответчика в пользу юстиции 41 тысячу рублей. Суд взыскивается ответчице в пользу юстиции денежные средства, которые были оплачены на проведение спортивных сборов, оплаты проезда, дополнительные оплаты жилья, также закупку кроссовок. В данном случае истец предоставил все соответствующие документы. Ответчик против представленных истцом расчетов не возражал. Возражаю. Вы не опровергали эти расчеты. Вы не опровергали документы, которые были представлены. Поэтому суд и говорит, что истец представил расчеты. Вы контррасчетов не представляли. И денежные средства, которые истец указала, вы не опровергли. То есть вы не опровергли, что истец купила дорогостоящие кроссовки за 9 200, а могла аналогичные купить за 2 200. Я это имела в виду, когда вам сказала, что вы не опровергали расчеты, которые представила истец. При таких обстоятельствах между истцом и ответчицей возникли обязательственные отношения, согласно которым ответчик предложил, а истец оплатила сумму спортивных сборов сына по фехтованию, сумму проезда к месту их проведения, что подтверждается соответствующими квитанциями об оплате. Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. При этом, ответчик, я бы хотела вам пояснить, что не все виды сделок у нас должны совершаться и только в исключительно в письменной форме. У нас есть так называемые устные сделки. В данном случае вы, выполняя лицензированную деятельность, которая соответствует вашему обществу с ограниченной ответственностью рыцарь, предложили истцу, то есть совершили публичную оферту, а она согласилась, то совершила ваш адрес акцепт и оплатила соответствующие денежные средства по участию ее сына в спортивных соревнованиях. В данном случае между вами была совершена такого вида и рода сделка. Когда было сделано предложение, оно было принято. Истец в соответствии с предложенными вами условиями оплатила те расходы, которые входят в оплату расходов по участию в спортивных соревнованиях, а именно денежные средства на оплату жилья, то есть гостиницы, денежные средства на проезд к месту проведения соревнований и обратно, а также те денежные средства, которые потребовали организаторы соревнований, по крайней мере, вы на это ссылались, ответчик. Вы обязаны, в данном случае у вас возникла так называемая сумма неосновательного обогащения, поскольку вы получили денежные средства, которые не израсходовали по их целевому назначению. Суд также считает возможным взыскать у вас дополнительные расходы, которые понесла истеца в виде покупки кроссовок, потому что в этой части вы тоже не возражали, и каких-либо иных контррасчетов не предоставили. Поэтому ответчик вы не исполнили взятые на себя обязательства по договору, вы не обеспечили несовершеннолетнего сына истицы соответствующими условиями проживания, которые должны были быть обеспечены участникам спортивного соревнования, вы не организовали и не обеспечили участие несовершеннолетнего сына в самих спортивных соревнованиях, при этом, зная, что спортивные соревнования уже не состоятся, вы не смогли отправить ребёнка домой своевременно, напротив, вы потребовали у сца дополнительные денежные средства, которые израсходовали не по назначению. Суд огласил своё решение, дело заканчивается. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Пусть скажет спасибо, что я не обвинила её в развращении несовершеннолетнего ребёнка. Где мне взять 41 тысячу? Я на бирже труда состою, мне что на панели? Истец Олег Петров обратился с иском об определении места жительства детей с отцом и о взыскании алиментов с матери. Ответчик Светлана Гаврикова заявляет, что дети должны жить с матерью. Слушается дело Петрова Олега Константиновича с исковыми требованиями об определении места жительства детей с отцом и взыскании алиментов с матери Гавриковой Светланы Викторовны. Пожалуйста, истец, обожмите ваши исковые требования. Прошу, я просто требую определить место жительства моих детей и детей-ответчицы со мной. Ну, соответственно, и взыскать с неё алименты. Понимаете, я устал, устал просто биться за правду с этой так называемой матерью. Понимаете, я устал терпеть её безразличие к этим детям. Дети живут со мной. Я опущу все эти детали про Молдавию, как мы её взяли, как я сделал фиктивный брак, как у меня сейчас всё по самой гланды вот это всё мероприятие. Поэтому дети живут сейчас полгода со мной. Естественно, вы помните, что у нас маменький один у нас болеет. Сейчас он находится на лечении. Мы по очереди с супругой ходим в больницу. Алёшка пошёл в детский садик, ему так нравится там. А вот эта барышня, она вообще даже и звонить не хочет. А зачем? Понимаете, абсурд, ваша честь. Абсурд. Я воспитываю, одеваю. Абсурд – это бак, подворотни везде. Вот это абсурд. Аморальный тип. Ответчик, ответчик, ответчик. Пожалуйста. Поэтому я считаю, что это абсурдно. Что я всем этим занимаюсь. А она живёт в шоколаде. Я вам даже больше скажу. Вы помните прошлое наше заседание? Мы её лишили права жить на жилплощаде. Право жить ты меня лишил. Я даже по своей доброй душе говорю, ну ладно, живи там в нашем зимнем доме. И она там проживает. Поэтому я решил, если уж закон получается, что на стороне вот этой бездельницы… Истец, ответчицы. Ответчицы. На стороне этой ответчицы… На стороне этой ответчицы, то я решил, значит, пускай дети живут со мной, и она мне платит алименты. Пускай она тоже поработает немножко, а я буду курить бамбук. То есть на сегодняшний день вы состоите в браке со своей женой, правильно? Вы официально зарегистрировали. Советно верно. У меня есть супруга, законно, она старшая сестра. Да, у нас ответчик по решению суда выселена с вашей жилой площади. Да, выселена, конечно. Поскольку как не имеющие права пользования указано жилой площади. При этом дети проживают совместно с вами. Со мной, да, соответственно. Ответчик материально детей не содержит. Нет, я плачу алименты, я ищу. Участие в воспитании детей не принимает. Нет, совершенно. Она даже не звонит. И даже… Это абсолютная ложь. В больницу она не ходит. В детский сад она… Да, да, походи в больницу из Егорьевска. Поприезжай. Два с половиной часика, а то и три, если пробки. Что у нас в свидетельстве о рождении детей написано? Родители, естественно, я. И мать, естественно, она. Пожалуйста, в чем ваше возражение? Почему вы считаете, что дети не должны проживать с отцом? Да, да, я скажу. Он здесь рисуется и хочет показаться отличным таким отцом, семьянином. Что он с Леной как будто бы все в порядке. Где сегодня Лена, а нет сегодня Лены. А потому что все не в порядке, он водит шлюх в дом. Я об этом узнала совершенно случайно. Я просто не хочу, чтобы дети росли в аморальном вот этом поведении отца. Чтобы они к этому привыкали. Это очень плохо. На порог он меня не пускает. Сейчас дети проживают с ним только потому, что Леша болеет. И все. И нужно из города оказывать ему быструю помощь. Я не могу. Мне сложно ездить, но по мере невозможности, если какая-то сложная ситуация, которая требует моего присутствия, я тут же приезжаю. Престань врать, пожалуйста. Это просто низко. И он, между прочим, я сегодня видела, он перебирал целую кучу справочек. Он все до сих пор собирает эти какие-то чеки ненормальные, потому что еще складывает чеки. И свои, и чужие. И всех чеки собрал в одну кучу. Отвечи. Я не знаю, что это человек. Вот все доказательства. Истец, истец, истец. Отвечи. Давайте так. Что из себя представляет ваше жилищное условие? Только в Молдавии жилищное условие. Наш совместный большой дом с мамой. Значит, если определять место жительства детей совместно с вами, это фактически заниматься депортацией детей с территории Российской Федерации. Да, депортация детей. Дети граждане Российской Федерации? Совершенно верно. Как я могу Российский суд вынести решение отдать... Да мы нормально и в Егорьевске жили с детьми. И вот опять он лыбится. Он лыбится. Он просто прыгает у меня на груди всей своей туши огромной. И лыбится всегда. Ответчик, я вас... Я перестану за него... Я просто вас удалю. Просто попросите его не хитничать. Он меня уже достал. А вестец, вестец, посмотрите, не перестаньте поворачиваться к ответчику. Прошу. Переходим к пункту номер два. Скажите, пожалуйста, вы работаете сейчас? Я сейчас прохожу стажировку. То есть в настоящий момент у вас постоянного источника дохода нет? К сожалению, но в ближайшее время, я надеюсь, появится. Я смогу сама обеспечить своих детей. То есть жилищных условий у вас нет, постоянного источника дохода у вас нет. Вы, если вы утверждаете, что истец чинит вам препятствия в общении с детьми, вы обращались в органной опеки? Нет. Нет. Ответчик, то есть вы считаете, что дети не могут проживать с истцом, как вы утверждаете в связи с аморальным поведением истца? Когда мы приезжали, чтобы вместе отвезти Алешу в больницу и устроить его туда, я зашла в парикмахерскую после этого. И мне обычный парикмахер сказал, что она с ним кувыркается. Вот с этим типом. Пожалуйста, пригласите ее в студию, вот эту Ларису. И спросите. Какую кувыркается? Я давно на тренерской. Правда, играющий. Ну, позовите кого. Я не знаю, о ком она вообще говорит. Ты не знаешь, о ком я говорю. Когда мне кувыркаться, Ваша честь. Ответчик, ответчик. Когда я занят детьми, работой. И так далее. И, извини, сексом с парикмахерсами. Мне некогда кувыркаться. Ответчик, я вас удалю сейчас из зала. Ответчик, вы в суде. Вы обязаны суду доказывать, а не разговаривать с истцом. Да. Что ваш свидетель? Пожалуйста, свидетель Лариса. Она парикмахер. И она мне сообщила. Я ей показываю фотографию вот этого своего мужа. Зачем? И говорю, что... Да я просто с ней поделилась по-женски. Что вот посмотри, какой у меня муж урод. Во-первых, козел представил. Во-вторых, не дает видеться с детьми. Она увидела его, узнала этих детей. И говорит, что он представляется отцом-одиночкой. Которого бросила жена. Которому очень плохо. Естественно, она пропитывается к нему. Я не знаю, зачем можно к нему пропитаться. Но чем-нибудь, видимо, сочувствуем каким-то. Ответчик, а можно ваш свидетель? Я, знаете, свидетелей вызову. Так, для того, чтобы вы помолчали хотя бы одну минуту. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Так, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лариса Горбенко. Я вас слушаю. Вы знаете, Ваша честь, я возмущена. Этот человек наглый, врум, предатель. Вообще, мошенник какой-то. Дело в том, что мы с ним познакомились около месяца назад. Он сам ко мне подсел в кафе, угостил кофе. Мы разговорились. Он проводил меня домой. Мы обменялись телефонами. По нему сразу было видно, что он хочет продолжения банкета. Я его пригласила к себе. Ну, он сразу меня подкупил тем, что сказал, что нет, сегодня я не могу. Мне нужно к детям. Вот я отец-одиночка. И он мне сразу рассказал, что он один воспитывает двоих детей, двоих мальчиков, один из которых болеет. Что жена и, собственно, мать детей их бросила. Что он, не щадя себя, своего живота, что вот он зарабатывает, чтобы одного, значит, в садик, другого в больнице, что вот он такой несчастный. Я к нему сразу прониклась. Думаю, ничего себе, какой мужчина. Не каждый. А вы считаете, ответчик воспитывает детей? Ну, по словам вот ответчика... По словам ответчицы. А вы знаете, что истец расторг свой предыдущий брак, женился на ответчице для того, чтобы дети могли получить статус граждан Российской Федерации, получить соответствующее медицинское лечение. Вы об этом знаете? Нет. Это потому что это неправда. Это не имеет вообще ничего под собой. У меня информация, что вот он женат на садик. Медицинство о рождении, открой. Это бред, видите, ваша честь. Какой бред, у меня соседи докажут, что ты ко мне приезжал. У меня смс-ки есть. Простите, пожалуйста, истец. Ну, свидетель, вы меня тоже поймите, пожалуйста, правильно. Дело в том, что вы меня не услышали. Ни ваша интимная жизнь, ни ваша интимная жизнь, ни ваша интимная жизнь, совершенно меня не интересует. Меня интересует исключительно, где будут лучше дети. Дети. Дети проживают с истцом. Сейчас, фактически. Да, потому что мама по решению суду, по решению суда была выселена из квартиры. У нее нет законных оснований для проживания. Не из квартиры, а из дома, извините. Из дома, простите. Да, но я там же и живу, и никому не мешаю. При всем при этом. Почему детей-то у меня сжили? Можно я договорю? При этом истец не выселил ответчицу из дома. Это чтобы она не была бездомной. Хотя есть решение суда. У нее нет законных оснований для проживания там. Истец платит ответчику алименты. Исправно. Не уклоняется от уплаты. При этом дети проживают с сом фактически. И истец несет затраты на их содержание, обучение, лечение. Ответчица вам рассказала, и не все. В общем, это гулящий аморальный тип. Я очень вас прошу, пожалуйста, но дайте мне время. Немного, я встану на ноги, и все будет в порядке. Куда ты не встанешь? Ты как стояла на четырех... Истец, истец, истец. Ответчик, скажите мне, пожалуйста, с момента последнего заседания суда, сколько времени прошло, что вы до сих пор проживаете в доме, в котором вы не можете проживать? Сколько времени прошло? Достаточно много времени. Сколько достаточно много? Около двух месяцев. Чуть-чуть побольше. Больше, да. За этот период времени что вы сделали, Ответчик? Вы нашли квартиру, вы ее арендовали, вы просили предоставить вам квартиру. У вас нет квартиры и двое детей. Вот что вы сделали за этот период времени-то? Ну что, ничего. Да, у меня есть на примене квартира, которую я могу арендовать, и сейчас я покажу стажировку. Я тоже мне все недорассказала. В следующей программе. У него любовница появилась. Ваша честь. У него появилась, извините, баба. Вот с такими звездами. Муж лишил свою бывшую жену и детей, и алиментов. Она готова к бою. Насолить бывшему супругу ее главная задача. А уж каково будет детям в чужом доме с неродным отцом, не так важно. Стерпится, слюбится. Я вам говорю, она поедет со мной в Жиганске, и никакие эти прививки не потребуются. Да, там есть шаман, понимаете, с бурном. Он... Истец, истец. Эвенкийская девушка вышла замуж за жителя Подмосковья. Но вместо семейного счастья она получила серьезные проблемы со здоровьем. Теперь она хочет увезти свою дочку обратно в Северную Якутию. Они мне всегда помогают. Говорят, да мы вырастим этого ребенка настоящим мужчинами. Нет, это не таково, как переделок этот. Женщина является отцом мальчика. Такое возможно. Если когда-то у этой женщины были мужские органы и мужские клетки ДНК. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслуживает исковые требования истца. Возражение ответчика по заявленным исковым требованиям. Заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение об определении места жительства несовершеннолетних детей по месту жительства отца. Суд освобождает отца детей от уплаты алиментов в пользу матери на содержание несовершеннолетних детей. Суд заскивает с матери детей в пользу отца детей алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1 трети заработка или иного дохода ежемесячно до совершеннолетия детей. Суд определил место жительства детей по месту жительства отца, потому что дети фактически проживают совместно с отцом по месту его жительства, где имеются благоприятные условия для их воспитания и развития. Данный вывод суда подтверждается также представленным в материале дел заключением органов опеки и попечительства. Суд учел то обстоятельство, что мать детей уже длительное время проживает отдельно от детей, их развитием, воспитанием не занимается, не обеспечивает уход и необходимое лечение. Находящегося одного из детей в больнице не посещает, с другим ребенком не общается. В судебные заседания ответчик каких-либо доказательств, подтверждающих, что со стороны истца чиниться препятствия в общении детей не смогла. В материалах дела отсутствуют ее заявления в органы опеки и попечительства, которые бы подтверждали, что ответчик обращался к ним с такой просьбой, а именно установить для истца и для детей график своего общения. Истец ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Давно пора было поставить на место эту бездельницу и дармоедку. Я очень рад, что суд принял правильное решение взыскать алименты в мою пользу, то есть не в мою, а в пользу наших малышей. Теперь эти деньги не будут потрачены на кабаки и развлечения, а будут потрачены на лечение и образование наших малышей. Спасибо. Я признаю, что придя сюда в самый первый раз, совершила роковую ошибку в своей жизни. И сейчас мне нужно консультироваться, я не знаю, делать что, чтобы вернуть назад своих ребятишек. Судья Елена Дмитриева. Я не могу сказать, что я ни мать, ни женщина, но вынуждена вам сказать, я судья. В проекте «Битва за будущее». Прям ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться, как вас зовут. Взрослые не в счет. В усах семейных там по колено, я не знаю, ходят. Теперь только дети. Они – наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил, вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Нет проблем, в вашей честь. Законодатели в растерянности, но судья Дмитриева знает, что делать. Органов опеки, адресы, быстро наряд милиции, выслушай. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас бошечку отверчу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова